В Собинском районе Департамент по труду и занятости населения региона для будущих педагогов проводит День выпускника «Моё призвание – педагогика». Будут проведены мастер-классы с ними. Они могут позадавать вопросы, узнать, что такая за профессия, как работается. Работодатели заявили о вакансиях по данным направлению деятельности более 400 человек. Для студентов педагогических вузов и СУЗов прошел аукцион педагогических вакансий, где была предложена работа, которую можно совместить с обучением. Для старшеклассников студента провели мастер-классы и особый интерес к робототехнике в образовательном пространстве. Участников Дня выпускника ознакомили с мерами социальной поддержки молодых педагогов. Так, в бюджете каждого района области предусмотрены ежемесячные стимулирующие выплаты и льготы для молодых учителей. Кроме того, многие муниципалитеты выделяют социальное жилье для педагогов, окончивших вузы. Например, в Собинке в прошлом году сдали 18 соцквартир, из них 9 отдали молодым учителям. В этом году еще такие же жилье будут сдаваться, рядышком с этой новой школой. И думаю, те молодые специалисты, кто придет к нам учить наших детей, думаю, что мы сможем обеспечить им служебным жильем. Николай Савченко учится на четвертом курсе пединститута ВЛГУ. Второй год подряд ему удается совместить учебу с работой в двух школах. В неделю Николай проводит 9 уроков технологии. Дети учатся мастерить какие-то поделки, работать с деревом, с металлом. В общем, свое творчество они проявляют. Достаточно удобно, в принципе, когда в институте идут навстречу, администрация школы тоже идет навстречу. В принципе, совмещать возможно. Я призываю многих молодых педагогов заниматься тем же самым. Для участников мероприятия «День выпускника. Мое призвание педагогика» показали презентации высших и зрений профессиональных учебных заведений. На примере новой школы номер один города Собинка показали, как работает современное образовательное учреждение. Школа – это, наверное, призвание. И надо детям, не же не детям, а молодежи, показать школу изнутри, как это сейчас здесь происходит. Им провели экскурсию по школе. И они видят те условия, которые создаются для учителей, для детей. И тогда это им поможет выбрать, будут они учителем или не будут в дальнейшем. Ежегодно при содействии службы занятости населения более 500 выпускников находят работу. Педагогов ждут и во многих школах области. Вакантными на сегодняшний день остаются 400 мест. Екатерина Зинурова, Евгения Волкова, Олег Маньков. Губерния 33.